Теракты будут и с этим ничего не поделать. Британцев предупредили, что вероятность новых атак высока, как никогда. В службе контрразведки МИ-5 откровенно признаются, защитить граждан не в состоянии. Почему лучшие британские спецагенты не справляются с этой задачей Светлана Чернецкая из Лондона? Огромная редкость, когда глава секретной службы соглашается рассказать о работе своего ведомства. Но в этом случае руководитель МИ-5 Эндрю Паркер сам созвал журналистов, чтобы признаться, работы очень много и с ней не справляются. Доказательство тому пять терактов, случившихся с начала этого года. Спецагентам не удалось предотвратить атаки исламистов, самой масштабной из которых стал взрыв смертника после концерта певицы Арианы Гранде на Манчестер-арене в конце мая. Тогда погибли 22 человека. Выявлять теракты становится сложнее, говорит глава МИ-5, особенно когда их разрабатывает одиночка и приводит в исполнение в течение нескольких дней. Угроза со стороны исламистских экстремистов многомерная. Она быстро разрастается невиданными ранее масштабами. Это самые быстрые темпы за всю мою 34-летнюю карьеру. Террористическая деятельность сегодня активнее, чем когда-либо. Она стремительная и ее очень трудно обнаружить. Сейчас МИ-5 ведет слежку за тремя тысячами людей, которые могут быть опасны. 22-летний смертник из Манчестера Салман Абеди был одним из них. Он был на контроле спецслужб. Но это не помогло предотвратить его кровавый план. Та же ситуация повторилась 27-летним Хурамом Батом. За ним наблюдали спецагенты, но недооценили степень угрозы, которую он представлял. Что привело к теракту на лондонском мосту в июне. Тогда 8 человек погибли под колесами фургона. Просчеты в работе МИ-5 очевидны. Но в свою защиту в ведомстве заявляют, что к этому моменту в стране могло произойти уже 12 терактов. С начала этого года удалось предотвратить 7 атак. Но готовиться следует к самому худшему. Глава разведки признал, новые теракты в Великобритании неизбежны. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.